Приветствую вас, братья и сестры. Вы знаете, иногда при чтении Священного Писания нам встречаются какие-то очень яркие-яркие образы. Один из таких – это образ человека, который бежит. Для нас, в принципе, нет ничего странного или особенного в том, что кто-то бегает или что кто-то бежит. А многие люди сегодня бегают, бегают, чтобы поддержать себя в форме. Ну, даже президенты, политики, знаменитости надевают костюмы для бега, фотографируются во время физических упражнений. Вы знаете, во время, когда писался Новый Завет, было не совсем так. Дело в том, что в мире Иисуса Христа, чем более высокое положение вы занимали в обществе, ну, тем меньше была вероятность того, что вы будете ходить быстро, а не даже далеко не бегать. Это показывало отсутствие достоинства, отсутствие серьезности. Ну, вот и теперь прошу вас поместить себя в контекст того времени и послушать слова Господа. Когда он был еще далеко, увидел его, отец его, и сжалился, и побежал. Побежал, пал ему на шею и целовал его. Ну, я думаю, вы помните притчу. Вы знаете, когда Иисус рассказал эту историю о вот этом бегущем человеке, это должно было произвести на его аудиторию вот такой же эффект, как, может быть, мы сегодня бы испытали, если бы нам рассказали о том, что президент вот явился на открытие Конгресса в купальном костюме. Друзья, это полная потеря достоинства. А когда мы с вами узнаем, почему этот человек бежит, вы знаете, эффект становится еще сильнее. Отец бежит, чтобы поприветствовать сына, который навлек позор на всю семью. Да, историю мы называем притчей о блудном сыне. Вот таким коротким напоминанием, дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы приготовить нас к библейскому тексту, о котором мы будем рассуждать. Итак, что имел в виду Иисус, когда учил нас с вами молиться? Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. А вы знаете, друзья, оказывается, вот для того, чтобы понять, что такое прощение, нам нужны очень необычные истории, нам нужны очень яркие истории. Ну вот такая история, как бегущий отец. Дело в том, что вокруг нас, вокруг человека часто складывается вот такая обстановка, где мы забываем, что такое прощение, либо упрощаем, что такое прощение. Ну вот, к примеру, друзья, когда нравственность заменяется таким простым принципом, делать то, что тебе приносит удовольствие. Вы знаете, вот в таком мире, ну, в принципе, прощать нечего. И вот в таком мире ты делаешь все, что тебе приносит удовольствие. Не нужен Бог, чтобы простить меня, и уж тем более мне не нужно прощать никого другого. Ну или подумайте о другом принципе, о принципе, там, толерантности, тоже знаменитое модное слово. Или терпимость. Друзья, если бы отец в этой истории намеревался просто терпеть сына, он не побежал бы по дороге ему навстречу. Да, прощение богаче, прощение выше, прощение труднее, чем мы обычно думаем. Вы знаете, вот Евангелие нашего Спасителя, Евангелие Иисуса Христа предлагает нам подлинную вещь. И больше того, вот Евангелие Иисуса Христа настаивает на том, что мы не должны принимать никаких искусственных заменителей. Итак, как мы с вами можем молиться молитвой, которую учил нас с вами Иисус Христос? Вы знаете, вот эта вот весть или новость о том, что Бог прощает грехи, она началась не с Иисуса Христа, она началась с Иоанна Крестителя. Это Он проповедовал вот крещение покаянь. Он готовил людей, народ к приходу вот своего Бога, Его Бога. А вот Христос, наш Господь, Он рассказал историю, в которой приход вот этого Бога к народу, представьте себе, друзья, выглядел как человек, бегущий по дороге, чтобы встретить своего опозоренного сына. Если Иоанн Креститель проповедовал в пустыне, вот как написано в Евангелиях, в окрестностях Иордана, а наш Господь, Он понес эту весть дальше от Иордана, на улице и в деревне. И вот словом и делом Христос показывал, что сказано Иоанном наступило. Ну, к примеру, вспомните историю парализованного человека, которому Христос сказал, «Прощаются тебе грехи твои». А помните, какой шок это произвело на тех, кто были рядом? Шок от этого удивительного объявления, сделанного в частном доме, друзья, сделанного человеком, не имеющим никакого раввинского образования, сделанного человеком, не имеющим никакой священнической квалификации. Вы знаете, он был отчасти и в том, что Христос осмелился предложить нечто, что обычно предлагалось только в храме. Только в храме прощались грехи. Великое действие освобождения. Великий акт прощения грехов действительно наступил. И вы знаете, вот люди, которые были тогда рядом с Господом, ну, естественно, они спрашивали, так кто же это? Кто это? А дело в том, что Иисус не был просто учителем. Он не просто преподавал о прощении грехов. Друзья, Он говорил о чем-то происходящем. Он делал и говорил вот такие вещи, которые объясняли прощение грехов и показывали, что оно истинно, что оно наступило. Прощаются тебе грехи. И Он исцеляет парализованного человека. Далее, друзья, Он садится за одним столом с мытарями и грешниками. Он не просто с ними разговаривает на какой-то дистанции, друзья. Он кушает, разделяет общение с грешниками. А когда Ему вдруг бросают вызов по поводу такого недостойного поведения, Он говорит, вы хотите поговорить о достоинстве? Я расскажу вам и покажу вам, что такое достоинство. Он рассказывает притчу об отце, который не посчитался своим достоинством, побежал по дороге приветствовать опозоренного сына. Исцеление, встречи с людьми, истории, символы – все это говорило, что прощение грехов происходит прямо у вас перед глазами. Вот эти вот слова молитвы, отче наш, друзья, вы знаете, для чего они оставлены нам в какой-то мере? Чтобы мы с вами могли жить тем, что делает Иисус Христос. Чтобы вот это, знаете, стало нашим дыханием. И вместе с этим дыханием, чтобы мы могли жить вот жизнью нашего Господа. И так, прости нам грехи наши. Вы знаете, эта молитва в высшей степени, конечно, она была исполнена, когда Христос был распят. Вот в свете воскресения Спасителя крест действительно был тем великим делом освобождения и прощения грехов. И мы сегодня вот с великой, огромной благодарностью продолжаем вспоминать это великое событие из месяца в месяц. Друзья, вот братья и сестры, на крыше нашего дома молитвы находится небольшой крест. А может быть, мы уже забыли его существование или привыкли, не замечаем его. А дело в том, что крест в церкви – это не просто украшение, это не часть архитектуры или какая-то побочная вещь. Есть, друзья, вот крест – это символ, который имеет какое-то содержание. А вот мы с вами хорошо знаем, что символы религиозные, а может быть, искусство, они имеют силу, вот особенно религиозные символы. Ну, почему же на крыше дома молитвы есть крест? Знаете, потому что распятие Христа, друзья, обладает особенной силой. А подумайте, вот само событие, оно было ужасным. Вот само событие распятия Христа, оно было ужасным. Оно было непристойным и очень-очень жестоким. Знаете, это было отрицанием всего хорошего, прекрасного и красивого в мире. То есть распятие представляло собой победу, победу грубой, политической военной силы. А для Иисуса Христа было даже немножко больше, что было не только убийство, а это был позор, потому что его переодели в царя. Друзья, вы никогда не думали о том, что вот в тот день, когда распинали Христа, около креста, там не были люди, которые пели радостные песни, которые собрались и говорили, как хорошо, что Христос умер, как хорошо, как мы счастливы, что Он умер за наши грехи. Друзья, никто не пел песни. Потрясенные до глубины души люди были в ужасе. Вот что происходило при распятии Иисуса Христа. А в течение ста лет по обе стороны от Иисуса Христа и из Назарета было много других еврейских движений, которые закончились провалом и насильственной смертью основателя. Но мало о ком сохранились воспоминания. Вот что касается Иисуса Христа, друзья, мы видим, что Его распятие, оно имеет силу. Силу, которую пытаются ловить художники или, может быть, композиторы. Друзья, вот эта сила, которая все еще может остановить грешного человека на пути. Опять вот интересно получается, что не один раз за историю как-то предсказывали люди в таком своем высокомерии, что религия в целом, и, быть может, христианство в частности, оно как-то потеряет свою привлекательность, да, друзья? Но посмотрите, что вот распятие Иисуса и евангельская история, вот в которой мы ее находим, они сохраняют удивительную силу. То есть люди сегодня постоянно обращаются к этой истории. Люди сегодня постоянно пытаются изобразить эту историю. То есть это привлекательно сохраняется даже среди людей, которые не придерживаются никакой конкретной теории или даже какой-то веры в Бога. Но почему, друзья, почему крест Иисуса из Назарета оказывает такое влияние и сегодня? Почему и сегодня вот эта вот смерть, в которой мы ее видим, обладает вот такой силой? Вы знаете, иногда кажется, что это выходит далеко за рамки какого-либо внятного объяснения. То есть трудно объяснить, почему, друзья. А знаете, в Священном Писании есть один библейский текст, который мне лично очень-очень нравится. Ну, вы знаете, вот мы как-то часто говорим о том, что, во-первых, люди должны молиться, и даже когда кого-то смотрим и думаем, вот это будет чудом, когда этот человек начнет молиться. Вот иногда, мне кажется, братья и сестры, значит, чудом будет другое, когда мы в безмолвии станем перед Богом. Когда, быть может, станем перед Богом на колени и сказать будет нечего. Знаете, это библейский текст интересный, когда Павел говорит благодарение Богу за незреченный дар Его. Но бывает же такое, когда не можешь сказать ничего Богу. Это действительно чудо, братья и сестры, когда мы это осознаем и поймем в своей молитве перед Господом. Распятие Христа было одним из тысячи распятий. Да, это так. А совершенные их римлянами, но вот по причинам, которые выходят за рамки истории, вот смерть именно и только Иисуса по-прежнему обладает огромной силой. Друзья, опять посмотрите, как различные человеческие элементы вот этой вот истории, истории распятия Христа по-прежнему обладают силой, друзья, и продолжают жить с нами, или, правильнее сказать, они продолжают преследовать нас. Ну, напоминают нам, как мы люди иногда ужасно ошибаемся. Вот к примеру, друзья, вот петух, да, вот когда Петр отрицает, что знает Иисуса, или вот хуже того, друзья, поцелуй предателя. Это поцелуй Иуды, который предает своего учителя. Друзья, то есть это стало притчей. Но это опять вот из истории о распятии нашего Спасителя. А что произошло в тот мрачный, ужасный день? Друзья, крест Иисуса Христа говорит с человеком и сегодня. Удивительная сила смерти Христа заключается еще и в том, что нам не нужно отвечать на вопрос, почему? Почему Христос умер? Крест оказывает воздействие и без этого. Вы знаете, распятие Христа означает, что люди могут быть прощены. И вот эта вот история распятия, именно поэтому история распятия, вот таким странным образом, она притягивает человека. Миллионы людей обнаружили и продолжают обнаруживать, что простое чтение истории о смерти Иисуса в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, оно продолжает, друзья, утешать. Оно продолжает убеждать. Оно продолжает внушать благовение, любовь и благодарность. Точно так же, друзья, миллионы людей по всему миру неделя за неделей принимают участие в простой, но глубокой церемонии разделения хлеба и вина, которую сам Иисус Христос учредил менее чем за 24 часа до своей смерти. Самые простые символы, друзья, это способ найти смысл этой смерти, это способ получить ощущение присутствия Спасителя и Его любви. Вы знаете, вот для того, чтобы все это произошло, необязательно иметь в голове теорию, выстроенную в какие-то аккуратные логические категории. Друзья, поймите меня неправильно. Вопрос, почему, очень важен. Но задаем мы его, потому что в первую очередь наблюдаем реальность. То есть сначала что-то происходит с нами, а потом мы спрашиваем, почему распятие Господа ценно, друзья, знаете, именно как история, а не как теория. Ну вот для тех, кто вырос в христианских семьях, выросли знакомые с отрывками Писания, ходили в воскресную школу, посещали богослужения. Но ведь у вас бывало такое, когда Библия прозвучала не как теория, когда слова Священного Писания, они стали живыми. Бог, Свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, а что ныне живут во плоти, то живу веруя в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Иногда эти истории действительно становятся живыми и действиями. Друзья, крест Иисуса Христа продолжает говорить с нами. Вы знаете, в Священном Писании опять есть такие отрывки, которые в очень короткой форме излагают суть учения Нового Завета. Вот послушайте один из таких отрывков. Друзья, вот если вот что-то очень коротко сказать, вот что можно сказать об Евангелии Иисуса Христа. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. «Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть Христос умер за грехи наши по Писанию». Причем, это достаточно просто, не так ли? Насколько смысла и сколько сил в этих словах. «Христос умер за грехи наши». «Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня». То есть сегодня, друзья, вот самая простая пища – хлеб и вино связывает верующих с этим первоначальным событием. И мы с вами люди, для которых произошло распятие. Знаете, мы называем себя людьми Нового Завета. А вот в этом Завете есть удивительное обещание Бога, друзья. Есть нечто, что Он обещает забыть. Вот библейский текст перед вами, друзья, и сегодня все служение, он был перед вами. Друзья, это обетование Нового Завета, простите, обетование Нового Завета, которое мы находим в книге пророка Иеремии. Посмотрите, что Бог обещает. «Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомину более». Вы можете подумать об этом так. Единственное, что, по словам Бога, Он забывает – это наши грехи, потому что Он изгладил их кровью Своего Сына, Иисуса Христа. Очень важное обетование, которое нужно помнить, потому что многих из нас преследует память о наших прошлых грехах. А помните, как это было перед царем Давидом, который в 50-м сломе написал, что «Грех мой всегда передо мною». Мы можем видеть себя стоящими перед Божьим престолом и услышать, как Бог говорит, «А я не вижу никакого греха. Я вижу только чистоту. Я покрыл твой грех кровью Иисуса Христа, облег тебя в праведность Христа». Действительно, друзья, Бог забывает наш грех. Бог удаляет наш грех вот так далеко, как восток от запада. Вы знаете, как это называется? Это называется христианская жизнь в присутствии Небесного Отца. Жизнь в присутствии Небесного Отца, зная, что Он любит нас больше, чем мы когда-либо сможем узнать. И так происходит прощение грехов. Только теперь, друзья, Иисус Христос преобразует нас в соль земли и свет мира, потому что мы молимся не только о прощении наших грехов, но мы добавляем, потому что и мы прощаем всякому должнику нашему. Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. Вы знаете, если мы отвечаем на призыв Господа, мы должны жить как люди, которым прощены грехи. То есть мы должны практиковать прощение между собой. И вот прощать должникам нашим это не просто моральное учение, друзья, это опять не просто нравственность христианской жизни. Ну подумайте, к примеру, о человеке, который отпиливает ветвь, на которой сидит. То есть единственное основание для того, чтобы стать детьми Бога, является прощение грехов. Если мы не живем этим прощением, друзья, мы отрицаем основу своего существования. И поэтому молитва ученаж, друзья, вот содержит в этом месте вот эту необычную вещь, пункт, который нас с вами обязывает к чему-то, обязывает молящегося к действиям, которые подтверждают наше собственное прощение грехов. То есть молитва и жизнь, они неразрывно связаны друг с другом. И, пожалуйста, обратите внимание, здесь не говорится, что мы делаем это для того, чтобы заслужить Божье прощение. А вот прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим, друзья, это наше заявление о том, мы преданы Иисусу Христу, мы верны Его учению и Его Царству. Дело в том, что, друзья, почему такая важная просьба прощать тем, кто нам что-то должен. Дело в том, что мы с вами живем в мире, где еще очень много греха, где еще очень-очень много зла. И вот поэтому мы молимся, продолжаем молиться, вот этой молитвой из-за дня в день, а потому что ответ на этот вопрос находится вот именно в смерти Иисуса Христа. И поэтому, друзья, когда мы молимся для церкви, это возможность уникальную победу Голгофа и Пасхи осуществить во всем мире, то есть разнести эту весть через свою жизнь во весь этот мир. Мы, как люди, молящиеся этой молитвой за мир, призваны вот самим быть людьми, живущими таким образом. Если вы помните, в конце Евангелия от Луки Христос посылает своих учеников проповедовать, и там написано, что они должны проповедовать покаяние. То есть они должны были проповедовать о прощении грехов. То есть церковь должна это делать, это великое призвание церкви, вот нести послание, послание о прощении грехов. И больше того, друзья, это нужно воплотить вот перед всем миром вот эту вот славную, радостную весть о приходе Спасителя. И поэтому вот этот второй пункт молитвы, молитва об обязательстве жить в любви и мире со всеми нашими братьями и сестрами христианами. Это тоже часть молитвы. Ну, я начал с блудного сына, братья и сестры. Давайте я попробую закончить именно блудным сыном. Вы знаете, вот удивительная способность научиться молиться вот этой вот молитвой, прости согрешения нам наши, как вот и мы прощаем тем, кто что-то нас должен с точки зрения блудного сына. В том смысле, друзья, научиться молиться за старшего брата. Понимаете? Вот блудному сыну молиться за старшего брата. Он еще может присоединиться к празднику, который приготовил отец. В обоих случаях, братья и сестры, старший мой брат или младший мой брат, мы приходим в присутствие нашего отца, как возлюбленные дети. Он любит обоих, он любит одного и другого. Дети готовы последовать за его столом. А вот в присутствии такого отца, который бежит навстречу опозоренному сыну, друзья, а вы знаете, мы много можем. В присутствии такого отца мы с вами очень многое сможем. Мы сможем разрешить самые сложные вопросы. Братья и сестры, мы сможем в присутствии такого отца разобраться с обидами, которые причинили нам другие. Наверное, многие носят на себе синяки. Это могут быть физические синяки, но кто-то носит эмоциональные синяки от того, что кто-то нам сделали другие. Часто это происходит случайно, то есть случайно носят нам какие-то обиды, то есть не хотели причинить нам боль, но вот то, что кто-то сделал или сказал, оно все еще болит, все еще живет в нашей с вами памяти. Братья и сестры, вот единственное, что можно сделать, это откровенно признаться в этом перед отцом. Перед вот таким отцом в трапезе Господней. А знаете почему? Потому что в конце концов он имел богатый опыт того, как люди говорили, делали то, что причиняло ему боль. И вот благодаря его исцелению от обиды и благодаря его помощи, друзья, синяки можно залечить. В присутствии такого небесного Отца вот эти синяки можно залечить. Конечно, это нелегко. Это нелегко простить другого. Это нелегко принять другого человека. И если никогда этим не занимались, друзья, не заниматься этим серьезно, это может быть занять время, но прощать других, братья и сестры, это наше право порождение. Прощать других это наше право порождение. Право последователя Иисуса Христа вдыхать истинное божественное прощение день за днем. Божественное прощение, как прохладный, чистый воздух, в котором нуждаются наши духовные легкие вместо грязного кишащего микробами воздуха, который нагнетается в нас со всех сторон. И как только мы начнем вдыхать свежий Божий воздух, друзья, прощение наших грехов, велика вероятность того, что и мы начнем выдыхать его тоже. Узнав, что значит быть прощенным, мы начнем понимать, что прощать других это возможно и больше того, прощать других это радостно. Вдыхание чистого Божьего воздуха это, конечно, то, что мы делаем в частности, простите, вдыхание чистого Божественного воздуха это то, что мы делаем, когда приходим пировать за столом нашего Господа. Вечеря это прямой исторический потомок не только Тайной Вечери, но и тех радостных встреч, друзья, которые Иисус устраивал для всех и каждого знак того, что удивительным образом грехи человека прощены. То есть, другими словами, это трапеза, трапеза Господня, стол, который перед нами напрямую связан с теми трапезами, которые Иисус объяснял, рассказывая историю о бегущем отце. Давайте будем помнить сегодня этот образ, образ отца, который бежит. В какой бы далекой стране вы ни находились и по какой бы причине это ни произошло, вам не нужно оставаться там, ни на минуту дольше. Почему? Потому что к тому времени, когда вы дойдете до слов «Прости нам согрешения наши», вас уже обнимет Отец, бегущий по дороге навстречу вам. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, братья, у вас только желание помолиться. Пожалуйста, помолитесь. Аминь. Аминь.